на днях ездили к кожникам смотрели как идет процесс пошива салона кабриолета меня знакомят автомобили с интересными людьми это будет жигули отечественная копейка вот она привлекла своим образом своим цветом наше внимание ну конечно же мы под подошли к автомобилю познакомились владельцам с 30-летним опытом жизни в сша поехали с нами знакомиться покажем все и расскажет тут очень необычный дворик многие его знают сюда прям ходят экскурсии водят вот эта машина которая нас познакомила москва Мы познакомились буквально пару треков дней назад. Жигули нас познакомила. Общие интересы, общее видение, понимание. Секундочку. Смотрите, как Игорь круто выглядит. Ему 58 лет. И у меня есть к вам вопросы. Да, 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 да. Покажите, пожалуйста. Расскажите. Мы у вас в гостях. Дайте нам экскурсию. В общем, это все. Как мои собирательные моменты, образы всей этой жизни. За все 30 лет эмиграции Америки, это все постепенно собиралось. Постеры, кожа. Допустим, это кожа, это 59-60 год, Кадиллаки. Эльдорадо, Дедвиль. Это их цветовая гамма. Как-то всегда в автомобиле меня меня очень сильно возбуждали. Настраивали. Особенно классика. 60-х. В 65-66 менялись формы. Они уже стали более грубые, квадратные. И это уже не то. Значит, ну что, автомобили, да? Автомобили плюс хип-хоп. Настроение Америки. У меня к вам вопрос. В каком возрасте вы выехали в Америку? И какой мотив, почему вы туда решили ехать? В каком составе вы уехали? Ну, чтобы немножко проникнуться, проникнуться, да. В 89-й год. Мне было 24 года. Мама, сестра, сестра с мужем. И вот как-то такая вот семья. Они развелись. Моя мама с папой. Папа остался в Киеве. И вот мы уехали в то время из Кишинева. Тогда мы жили там. Почему? Потому что, ну, в принципе, меня отец готовил. Он был страшный антисоветчик. Он ненавидел советскую власть, коммунистов. Все, что связано с Россией, кстати. И тогда это не совсем понималось. Почему? Потому что это была одна страна. Все говорили на одном языке. Но всегда, видимо, еще дед мой, который сидел на Соловках в 36-м, седьмом. И репрессированный, и так далее. И все это вот советская власть, конечно, это их добила. И отца тоже. И вот он постепенно готовил, готовил. Сам не поехал, но нас отправили в Америку. Вот. Целое путешествие, конечно. Это отдельная история. Это как уехали, так приехали. Ну, и вот в 89-м году, 24, прилетаю я в Лос-Анджелес. После фильмов, насмотревшихся на VCR, на этих видеокассетах. Он же там видел только Голливуд, звезды. Вот, все красиво, Пайма. Ну, смотрю, вроде как оно, как в кино. Но не то. Совсем не то. Не так блестит, не так красиво, не так вкусно. Все не так, как представлялось. Чем вы начали заниматься, и как вы нашли свой путь, связанный с общепитом и с кухней на колесах? Это воплощение мечты автомобильной. Вот эти вот все ретро-машины. Опять же, 65-го года, 64-го, прицеп Аирстрим и GMC-пикап. Он тоже 64-го. Как к ним подошел, пришел. Ну, постепенно. Значит, сначала были гонки, потому что занимался здесь гонками на чайке. Мастер спорта был. Приехал туда, гонки, попробовал. Но неплохие результаты были. Но для того, чтобы дальше было, это надо было, конечно, спонсор, деньги. Безумно дорого. Но а кушать надо, жить надо, надо что-то двигаться дальше. Ну, грузчик сначала немножко попробовал, понятное дело. Все проходят грузчик, такси, водитель лимузина. Все эти этапы иммигрантские, первые пару лет, это все проходят через это. Ну, или ты, допустим, с какой-то специальностью, которая очень сильно ценится. Ну, 24-е это поиск себя еще. Во-первых. Да, посмотреть там, где тебе больше, где тебе интереснее. Вот так вот постепенно, первые пару лет, я попробовал, поработал на славу Америке. Я против Америки ничего не имею, уважаю, люблю, но лучше отсюда, я ее люблю, отсюда, из Киева. Это правда, что если у вас есть американский паспорт, где бы вы ни вели деятельность, вы обязаны платить налоги? Конечно. То есть вы платите налоги и тут, и там? Ну, там меньше уже, сетка меньше, но все равно... И отказаться, получается, нельзя, да? Ну, нет, конечно, это самая, как бы, сильная и четкая, страшная организация АРС. То есть свобода все равно относительная? Лично я, ну, многие, может быть, мои друзья тоже, когда так разговариваешь откровенно, они говорят, что себя чувствуешь, как будто ты, знаешь, едешь в машине, а сзади чувствуешь, что вот за тобой полицейский все время. Мне кажется, что вот сейчас тебя остановят. Все время это какая-то такая чувство такое, что вроде и не свобода, вроде как свобода, но где же эта свобода? Получается, что свобода разная. Вот здесь как раз я себя чувствую свободно. Что ни странно, во время войны у нас на земле, у нас на родине, у нас в нашей атмосфере. Вот всей. Вот здесь я чувствую себя свободно. По-настоящему свободно. ПО-настоящему свободно. У меня есть один хороший очень приятель в Лос-Анджелесе, он очень знаменитый стрит-артист. Его зовут Ретно, бывший бандит, мексиканец. Он сегодня один из номеров, ну, первых номеров в мире. Делает Луи Виттон коллаборацией, он с ними работал. Он расписывает хвост самолета, частного самолета, хвост, небольшого, маленького самолета. Полтора миллиона долларов стоит, чтобы нарисовать его, вот, хотел сказать, мазню. Нет, это не мазня, это его посыл. Он, то, что он рисует, его стиль, он 25 лет рисовал на заборах в Лос-Анджелесе. Когда это нельзя было, арестовывали и так далее. Вот, но он бился в одну точку и нес свою идею. Вот в чем мысль? В чем мысль всего разговора? Он нес идею свою все эти годы. А признание пришло вот только недавно. Ну, он так взорвался, что все выставки и весь мир о нем сейчас говорят. Он на уровне с Пэнкси, с Абэем, Шапард Фэри. Это люди, которые перевернули стрит-арк. Это то, что именно уличное искусство. Граффити на стенах. Вот. Вот такой интересный парень. Кстати, когда война, он сейчас не очень, конечно, желает во время войны, но после войны сказал, что обязательно приедет и напишет, нарисует какую-то из стен в Киеве. Это будет что-то значимое. Во всех столицах мира делает какие-то стены. Вроде как закодированная у него такая штука, как закодированный месседж в его во всех пославных. Насчет левел. Странно говорят, что это за левел, у тебя ты меряешь. Левел? Ну, это тут идея, смысл вот в чем. Что моего сына младшего зовут Лев. Л и В. По-английски, и везде он в паспорте пишется. Л и В. Лев. По-английски. А левел – это лев-лев с двух сторон. Вот это бабочка. Вот и все. А Лим Бискетт что сделал? Он букву L перевернул в обратную сторону. И вот это сделал просто элементарная вещь. Я думал так писать. Просто тупо левел. А ну, блин, а где же это смысл в том, что лев-лев? Вот он раз, последнюю букву L в обратную сторону и получилось, как с двух сторон лев. На самом деле, в любых задачах нужно искать простоту, радость и счастье. Очень важно, очень важно, чтобы дело тебе нравилось. Если оно тебе нравится, ты живешь этим делом, ты любишь, что ты делаешь. Пирожки продавать, бургеры, машины делать. Ну, главное, ну, что тебе вот нравится, по-настоящему нравится, то надо это делать. Ни в коем случае не идти на компромисс с этой всей херней жизненной. Типа тебе здесь дадут больше на 100 долларов, но давай будешь делать это. Ну, нифига, это так не работает. Не работает. Рано или поздно плюнешь, просишь и уйдешь. И только потеря времени не будет. Вот и все. Это Советский Союз, да? Это, если не ошибаюсь, наверное, 70-е? Нет, это 100 лет. Там начало 30-х где-то, около 100 лет. А вот это как раз 60-е. Это кресло, кстати, Высоцкого. Ну, так называемое. Потому что Владимир Высоцкий любил в этих креслах творить. Вот это у него гладкие ракушки именно называется. Допустим, это стол, это немецкий. Тот бар латвийский. Хочу обратить внимание на этого человека. Я был школьником, слушал Лимбискет, катался на роликах на велосипеде. И я обратил внимание, что левел у Вас было где-то на руке. Я правильно понял? Это он Вам сделал тату и оставил Вам месседж. Вы с ним друзья. Очень, да. Нормально, да. А это Ваша семья? Да, это мои дети. Старший Денис, младший Лева. Вот это Лев. Вот это он помогал мне с пирожками. Ему было два годика. Это столик я правильно помню? Да? Это из кафе. Это вот такая, как рюмочная или пельменная. Там здесь-то. А, берегись автомобиля, кстати. Они так вот стоят в пиво, когда с Ёржиком наливали. Точно. Ну, точно такой же столик. Вот тут отметки от пива, тут все открывали. Пластинки, все Америка, все оттуда из Лос-Анджелеса. Вся отборка. А вы играете? Ну, да, так, ну, как не прям профессионально там. Подождите, а это прямо в вольер? Да, да. А что вы об этом дворе знаете? И как эти вороны вообще очутились? Это загадка. Они очутились 30 лет тому назад. Вот даже 30, да. Вот как я уехал в Америку примерно, так вот они и очутились. Здесь, в этом здании, в этом месте, где наша бургерная, тут был такой офис авторитетов тогда 90-х. Ворозакония один здесь был, авторитеты. Они решали все вот эти вот серые, темные делишки тех времен 90-х. Ну, в принципе, ну, не по сей день, но еще долго-долго-долго. Это все частная собственность. Недавно это все было продано в компанию строительную. Ну, у меня там были вполне реконструкции небольшой этого дворика. Ну, я не знаю, когда они будут это делать, не будут. В общем, эти авторитеты сделали эту клетку. Садили тогда трех воронов. Их трое было, и вот три ворона. Это в честь такого символа отношений, понятий. Ворон – это многое означает воронских делах. Вот они, один из них, вот до сих пор живет 30 летом. Начали ходить туристы лет еще 10 тому назад. Посмотреть ворона, а там кофе ребята открыли. Дворик скрутился, стал здесь вообще знаменитым. Кстати, в прошлом году был в двадцатку вошел самых посещаемых мест в Восточной Европе. Карта Украины, между прочим. На базаре купил за 3 доллара. Настоящая карта сделана в Америке 71-го года. Именно в Америке для американских училищей. Кухню покажем? Кухню тачку, конечно, честно. Это же, скорее всего, можно использовать на мероприятиях. Как на ивенты, дни рождения, свадьбы. Да, конечно. Мы приезжаем, привозим бочку. В бочке делаем бургеры выездные на дрова, вишневую. Картошечку можем сделать тоже на гриле. Лимонад, кола, пиво. Мы приезжаем с любовью, делаем все, что от нас зависит. К кому мы приезжаем, это минимум 25 человек и 18 тысяч гривен. Должна быть такая классная, уютная компания. 25 человек, это может быть и взрослые, и дети. Конечно. Плюс, плюс это весь, чтобы сыпется дом. Думаю, да. Я бы на балкон утром не вышел. Я бы тоже. А если бы выходил на этот балкон утром, я сейчас надеваю сразу строгий костюм, чтобы если бы тело приземлилось, то как бы лишнее время не терять. Это осознанное самоубийство. Это выезжает команда, повод, я официант, девочка. Кетеринг. Кетеринг on wheels. On wheels. Кетеринг on wheels. Вот. И это вкусно, весело. Я не знаю, это дорого или это дешево. Я не понять не имею. 18 тысяч гривен при той скорости, как растет курс, то это уже недорого. Просто нужно привыкать к тому, что мир очень быстро сейчас меняется, и лучше находиться в ритме этого. Деньги не держать бумажные, а наоборот тратить. Жить. Жить. Да, это жизнь. Ты сейчас сам себя закрываешь, оно ни к чему хорошему не приведет. Чем больше дает. Энергии. Бог дает. Транслируй, делись, неси позитив, неси культуру, неси ценности. Кстати, знаешь, трюк, меня в Америке показали. Еврейские иранцы, это вообще, кстати, очень большой секрет, то, что я сейчас расскажу. Серьезно говорю? Секрет. Это секрет. Может, я не знаю, надо говорить или нет, но. Это по секрету. Но. Значит, у них магазинчик. И вот где касса, у них зеркало. Маленькое зеркало. У всех. Это прям иранцы, еврейские, иранские евреи, еврейские иранцы. Так. Добрый, добрый. Раз попали в кадр, New York Times. Пожалуйста. Очень, очень, с притулка, какой симпатичный. А хозяйки? А бачите, какие лапы, какие он еще будет великой. Будет, будет великой. Песико. Песико. Как звать ее? Чарли. Чарли. Мериканец. Такой мягенький, мягенький. Класс. Где касса? Маленькое зеркальце. Что они делают? Тут внимание. Они берут деньги. Так. Так как вот, допустим, мы в те времена, 70-е, в воде, в воде, одессита считают деньги. Вот так, знаешь? Да, 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 да. Ты, 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 ты. Как машинка. Они считают это перед зеркалом. Это удвоение денег. Икс-2. Да. Икс-2. И к себе, к себе. И через зеркалом. А я же говорю, у меня ваши деньги пошли. Серьезно? Четко. 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 Но никому ни слова, кстати. Это эксклюзив только на этом канале. Это консильере. Если с итальянского переводителя, это советник. Да. Вам совет. Мудрых, мудрых. Евреев. Задумайтесь. Очень мудрые. Ну и, конечно, это мудрый народ. Из Германии, мой друг очень близкий. Колинка, здесь как раз Нью-Йорк Таймс снимает нас. Я во дворе, в дворике. Ты на спикере. Дружище, я очень с Германии поддерживаю украинский народ и тебя. Корми их бургерами и обязательно Нью-Йорк Таймс угости за счет заведения. Хорошо, я на тебя запишу. Хорошо? Да, можешь на меня записать. Я очень уважаю эту газету. Ну, я шучу, что я на тебя запишу. Но это самое. Спасибо, Колян, большое. Спасибо. Давай, обнимаю. Вы красивый человек и классный кот у вас. Ты слышал? Это конец. Это конец. Это конец. Это конец. Мы спросили людей, если их интересует коррупция в вышегагах в салонах власти, у нас очень много материала. А детально. Интересует, конечно. Вот они говорят уже... Мы можем, допустим, на этот повод для разговора приехать к вам в Германию. На BMW M5. Мы с большим уважением к Германии, потому привезем немецкое большое сердце из Украины. Мы нет, мы не коррупционеры. Не, не, ребята нет. А. Мы конкретно пылимся с коррупционерами. Сейчас нам пишут. Мы тоже против этих связей. Сейчас я вам пришлю, Игорь, вам перекинь, и вы поймете, кто мы такие. Хотим двигаться по миру, хотим общаться. Нет, нет. Я только Таймс, но местный. А он на самом деле, у него, он не простой человек. Я просто, я просто, мне, допустим, то, что он знает, мне лично не надо, но я знаю, кто правильно эту информацию может воспринять, услышать и сделать правильные движения. Такая атмосфера, да, во дворе приятная. В основном 70% все, знаешь, многими годами здесь. Это творческая молодежь всей Украины здесь. Очень талантливые люди, суперталантливые. Кто одежду делает, кто кино снимает, кто рисует. Ну, вот все связаны с творчеством. Это новое поколение? Хипстер. Что значит хипстер? Мои, допустим, одноукрасники, динозавры, блин, они зашли один раз и говорят, а что это за эти, ну, люди здесь такие, в смысле, бездомные. Они говорят, они говорят, что они выглядят как бездомные. Я говорю, ну, вы вообще сама сошли? Они зарабатывают больше, чем вы, бездомные. Ну, понимаешь? Ну, да. Все, но они еще не соображают, что это такое, кто это, в смысле. Это новое поколение молодежи. Все. Которые сегодня в нем рулят. Они сегодня живут. Да, да, живут сегодня. И делают. Творят, творят. Не парятся, как они выглядят, не парятся, сколько денег. Просто пытаются все время увеличивать качество жизни. Новая молодежь, она другая. Да, он меня прям выбрал. Слушай, я знаю, кому предложить тебя. Подожди, это же они себе его взяли. Да, я думал, они сказали, что он с детдома, что он с приюта. И они готовы его передать дальше. Я знаю, что я вам хочу пожелать. Я вам желаю, чтобы вы переехали с этим большим псом в классный, уютный, красивый, стильный дом с двориком. Я вам это искренне желаю. Жизнь моя складывается таким образом, что вокруг меня объединяются люди, которые на первое место ставят счастье, а не зарабатывание денег. Их деятельность – это дело всей их жизни. Лично меня это очень сильно мотивирует. Что я хочу сказать? Выходите за свои рамки, творите, экспериментируйте и не стесняйтесь. Никто о вас плохого ничего не подумает. А если подумает, то это не про вас. Спасибо.